О самых заметных событиях пятницы вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Мехедов. Здравствуйте. Коротко о темах. Жаркая погода и грозовая активность привели к увеличению числа лесных и ландшафтных пожаров. Сколько очагов действует к этой минуте. Спасая жизни, Всемирный день донора крови отмечается сегодня. Как стать донором в Якутии и куда обращаться? Новое оборудование установили в Нерюнгре на шахте Восточная Денисовская. Благодаря этой технике заметно увеличились объемы по добыче угля и улучшились производственные показатели. Живи, даря себя другим. Презентована книга, посвященная памяти народного депутата, заслуженного работника народного хозяйства республики Александра Миронова. Какие события из жизни региона вошли в издание? Строительные и дачные сезоны в Якутии очень короткие. Специально для дачников и владельцев частных домов организована специализированная выставка в Якутске. Жаркая погода и грозовая активность на территории Якутии привели к увеличению числа лесных и ландшафтных пожаров. На сегодня действует почти 70 лесных пожаров. В том числе ежедневно возгорание фиксируют в Олегминском районе. Сегодня туда направили около 50 лесопожарных из Бурятии и 26 из Иркутска. Дополнительно там отработал самолет-зондировщик. Работы по тушению ведутся силами лесопожарных формирований. Также привлечены вертолеты со сливными устройствами и самолет Бе-200 МЧС России. Хочу отметить, что в Вилюйском районе локализован один крупный пожар на площади свыше 1000 гектар, на тушение которого задействовано 120 человек и 9 единиц техники. В настоящее время проводятся работы по дотушиванию. В ближайшее время он будет ликвидирован. Что касается лесного пожара номер 5 Тампонского лесничества, который в непосредственной близости находится от двух населенных пунктов Хандыга и Теплый ключ. Вчера работы проводились Б-200. Сегодня силы были на нем нарощены. По результатам работы зондировщика осадки на пожаре выпали. К сожалению, не полностью пожар был захвачен осадками. Соответственно, у нас восточная и южная кромка пожара на сегодняшний день угрозы населенному пункту Теплый ключ не представляет. Количество иностранных граждан, въехавших в Россию по электронной визе, к концу этого года достигнет 400 тысяч. Об этом заявил замдиректора консульского департамента МИД России Александр Халилов. По его словам, была поставлена задача проанализировать в течение года ход выдачи электронных виз. Между тем, депутаты сразу трех комитетов Госдумы предлагают принять в первом чтении законопроект о праве органов внутренних дел, выдворять иностранцев за пределы России. Рассмотрение призывают назначить на 18 июня. Поправки позволят усилить контроль за находящимся в России иностранцами, а также мотивировать иностранных граждан легализовать свой статус, отмечают депутаты в своих заключениях. Среди предложений введения нового режима высылки нелегальных мигрантов, выдворение может быть связано как с истечением срока временного пребывания в России, аннулированием разрешения на временное проживание вида нажительства, так и с совершением противоправного действия. Предупреди пожар, установи ДПИ. Во время проведения акции установлено 4 160 пожарных извещателей, охвачено порядка 3900 семей. В акции приняли участие 1300 работников Государственной противопожарной службы Якутии. Напомним, участники акции приобретают извещатель за счет собственных средств и выбирают место установки. Автономный дымовой пожарный извещатель можно приобрести во всех специализированных магазинах пожарного оборудования. В акции может принять участие любой неравнодушный житель республики. В Ленске тем временем продолжается снос ветхого и аварийного жилья. Заключен контракт с подрядчиком на 23 миллиона рублей. Ведутся работы одновременно на нескольких участках в центре города, а также вблизи нового микрорайона рабочий, построенного по программе переселения. Подрядчики быстрыми темпами разбирают аварийные дома, вывозят весь строительный мусор и отсыпают территорию. В городе 70 пустующих домов, которые требуют скорейшего разбора. В июле этого года, по словам главы города, из районного бюджета будет выделено дополнительное финансирование 60 миллионов рублей. На эти средства снесут порядка 30 расселенных домов. Финансирование необходимо просто колоссальное. Мы работаем на эту тему, конечно, с районом. После проведения аукционных процедур появляется, как правило, большая торговка. Мы ее используем на снос дальше домов. Но программа переселения средств аварийного жилья подразумевает не только фактическое переселение людей, но и обязательный снос домов. То есть до конца следующего года мы обязаны будем снести весь аварийный жилфонд расселенный. После сноса домов в микрорайоне разведчик администрация города планирует освобожденные участки выдавать многодетным семьям. Также земельные участки под индивидуальное строительство данная категория населения будет получать в Мухтуе. Якутский парламент принял в окончательном чтении региональный закон, позволяющий умерщвлять агрессивных бесхозных животных. Ранее в аналогичном федеральном законе по инициативе якутских парламентариев приняли поправки, предоставляющие регионам самостоятельно определять, как им быть с бесхозными собаками с учетом географической, климатической и иной специфики региона. В республике строительство приютов для животных на огромной территории требует непосильных затрат. Отметим, эвтаназию бездомных животных уже разрешили на Чукотке, в Магаданской области и ряде других территорий. Якутия стала девятым субъектом России, принявшим такой закон. Ну а в Мирном на ребенке обнаружили клеща после прогулки в городском парке. Как избежать встречи с клещом, напомнят наши коллеги. В Мирном зафиксировали первый случай укуса клеща в этом сезоне. В мессенджере в отца фотографией поделилась жительница Мирного. По ее словам, после прогулки в городском парке она обнаружила на ребенке присосавшегося клеща. Случай подтвердили в Мирненской больнице. Ребенку оказали медпомощь, он находится под наблюдением. В Алмазной столице количество пациентов, обратившихся с укусом клеща, с каждым годом растет. В 2022 году 4, в прошлом 5. В одном случае клещ был носителем энцефалита. Эта инфекция поражает нервную систему, провоцирует параличи и менингит. В случае обнаружения на теле клеща врачи рекомендуют обратиться в приемный покой МЦРБ. Самостоятельно удалить клеща вы можете повредить самого насекомого. Вы можете оставить хоботок от этого насекомого, головку. Или можете оторвать часть тела насекомого. При этом вы можете инфицировать себя таким способом. Потому что именно заразные вещества, которые имеются у этого насекомого, они содержатся в слюнных железах именно в хоботке. В Мирненской больнице для профилактики клещевого энцефалита бесплатно делают прививки в зимне-весенние периоды. Процедура включает в себя введение трех доз вакцины. Ее можно получить в прививочном кабинете детской и взрослой поликлиник. Чтобы избежать встречи с клещом, специалисты рекомендуют не гулять по высокой траве и вблизи кустарников в лесу и парке. В Мире и Мирного говорят, в начале следующей недели городской парк обработают от клещей и комаров. Идем далее. В преддверии Дня медицинского работника в Большом зале Дома культуры имени Гагарина отчествовали медиков. В этом году профессиональный праздник приходится на 16 июня. В торжественной обстановке вручили федеральные и региональные государственные награды, грамоты, а также ведомственные награды Минздрава и Якутии. Отметим, что в республике более 20 тысяч человек работают в сфере здравоохранения. Только за последний год в регионе построено порядка семи новых крупных медицинских учреждений. День медицинского работника и каждый медицинский работник – это люди, которые отдали всю свою душу в работе. Их профессионализм, она сегодня ценится на очень высоком уровне. И мы это отмечаем именно тем отношением государства к работе наших медицинских работников. И сегодня здравоохранение республики, она сделала такой огромный шаг за последние буквально 10 лет. Огромный шаг, большой шаг вперед, потому что мы видим, насколько выросла сама медицинская помощь, квалификация медицинской помощи. Всемирный день донора крови отмечается сегодня. В этот день принято выражать благодарность людям, которые добровольно и безвозмездно сдают свою кровь, необходимую для спасения человеческих жизней. О том, как стать донором и куда обращаться, отправилась узнавать наш корреспондент Аяна Федорова. Доноры ежедневно спасают жизни людей, даже не зная их. На сегодняшний день в Якутии насчитывается порядка 1200 почетных доноров. Порог этого кабинета Александр Миронов перешагивает уже в 114 раз. Александр Александрович – донор крови со стажем. У нас это семейная, по сути дела, кадровыми донорами были моя мама, моя сестра. Я начал сдавать кровь еще со студенческих лет в Москве, позже начал, продолжил сдавать кровь в армии. Ну и сдаю вот именно до сих пор. Каждый день сотни тысяч пациентов нуждаются в переливании крови из-за травм, операций, онкологических заболеваний или других состояний. Например, пересадки костного мозга, в котором нуждаются 29 тысяч человек. Донорство костного мозга призвано в первую очередь спасти людей с острыми заболеваниями, такими, например, как лейкоз. То, конечно, я призываю всех сдавать кровь, включаться в этот федеральный регистр. Тем более, что никакой угрозы вашему психическому состоянию не будет от болевых ощущений. Стать донором может любой здоровый человек старше 18 лет, весом более 50 килограмм и не имеющий противопоказаний. Для доноров перед забором крови есть обязательные правила. Не употреблять алкоголь двое суток, а за день не есть жирной пищи. Мы берем дозу 450 миллилитров. Эта доза никак не влияет на здоровье человека, наоборот, благотворно влияет. Сейчас донорство крови очень актуально, потому что потребность крови с каждым годом увеличивается. Это связано с тем, что у нас стали проводиться более технологические операции. Ну и что донорство крови – это абсолютно не вредно и даже полезно для организма. Мужчины могут сдавать кровь не более пяти раз в год, женщины – не более четырех. Все желающие присоединиться к благородной цели донорству крови могут обратиться на станцию переливания крови или в отделение Республиканской больницы номер один. Дайана Федорова, Станислав Потапов, Якутск. Центр опережающей профессиональной подготовки приглашает пройти бесплатное обучение. Уже сейчас можно записаться на курсы «Флорист», «Швея» и «Парикмахер». В ближайшее время откроется прием заявок на обучение по специальностям «Сметное дело в строительстве и бухгалтерский учет в коммерческих организациях». Программа доступна для граждан старше 50 лет, женщин в отпуске и по уходу за ребенком до 3 лет, женщин с детьми дошкольного возраста, которые не работают, а также для тех, кто ищет работу и зарегистрирован в службе занятости. Для участия в программе необходимо заполнить анкету на сайте «Работа России» или обратиться лично в Центр опережающей профподготовки. С июня месяца начались мероприятия по реализации федерального проекта средств и занятости в рамках национального проекта «Демография», где предусмотрено обучение отдельной категории граждан по программам дополнительного образования и профессиональной подготовки. В этом году с 15 июля мы начинаем старт обучения по профессии «Швея» и «Парикмахер». Курсы с объемом 144 часа проводятся в очном формате. Будут проходить лекции у нас на базе Центра опережающей профессиональной подготовки. Практическую часть будут проходить на базах производственных сахов и парикмахерских, соответственно. Новое оборудование установили в Нерюнгре на шахте «Восточная Денисовская». Благодаря этой технике заметно увеличились объемы по добыче угля и улучшились производственные показатели. О современном комплексе расскажет Ирина Жданова. Запасы черного золота в Якутии считаются самыми большими по Дальнему Востоку. А шахта «Восточная Денисовская» считается одной из самых современных и высокотехнологичных шахт по всей России. Ее мощность 3 миллиона тонн угля в год. Срок выработки 37 лет. Современная шахта – это механизированные добычные комплексы, проходческие комбайны и люди, которые их обслуживают. Так, недавно парк горно-шахтного оборудования компании «Колмар» пополнился новой техникой. Очистной комбайн и подлавный конвейер в замене европейского оборудования уже демонстрируют положительный эффект и качественные характеристики. Функционал заключается в том, что выдача непосредственно комбайн производит выемку угля. Производственные характеристики и технические являются не хуже европейских производителей. И подлавный конвейер и приводные группы «Лавы» помогают нам, так сказать, выдать уголь на гора. То есть конвейера работают, получили, так сказать, положительный эффект от замены основных узлов, на которые приходится нагрузка. Механизированный очистной комплекс работает в шахте, в поле «Лавы». Среднесуточная добыча составляет 11,5 тысяч тонн. Вот так комбайн снимает стружку. Запускает цепочку. Управляют оборудованием, то есть производят выемку комбайном два человека. Это специально обученные машинисты горновыемочных машин. Один запускает конвейер «Лавы», второй обслуживает и запускает подлавный конвейер. Работаем с помощью пульта дистанционного управления. Прямого контакта с машиной нету, только во времени обслуживания. Так машина в целом нормальная. Одно из основных преимуществ китайских производителей горно-шахтного оборудования заключается в том, что такая техника изготавливается с учетом наших геологических условий. Благодаря новому очистному комбайну и подлавному конвейеру увеличилось производство отработки угольных пластов. И в целом такой подход даст новый толчок в повышении эффективности работы всей шахты. Восточная, Денисовская. Ирина Жданова, Вадим Барашков, Нерюнгрей. «Живи, даря себя другим» презентована книга, посвященная памяти народного депутата, заслуженного работника народного хозяйства Республики Александра Миронова. Символично, что презентация прошла в стенах «Илтумэн», где работал Александр Степанович. Какие события из жизни Республики вошли в издание, узнаем в сюжете. Работа над книгой о выдающейся личности Республики длилась 10 лет. На ее страницах история о совместной работе коллег, ключевые моменты из жизни и теплые воспоминания близких Александра Миронова. Автором книги стала известный в Якутии журналист Ирина Пантелеева-Гусева. Книга «Живя, даря себя другим» стала юбилейной, 25-й по счету в ее творческой деятельности. Я была поражена. Это вот у меня 25-я книга по счету, да? И я ни разу не видела, чтобы народный депутат был за его время депутатской деятельности построено столько объектов социальных, школ, больниц, поликлиник. Просто не ожидала. Там просто огромный перечень. И мы практически все это и по Горному улусу, и по Верхневилюйскому улусу. Дали отдельно, показали фотографии, хроника. Не менее интересно и подробно расписано в книге о единственном случае в России, когда удалось вернуть лицензию банку, где обслуживались учителя. Александр Миронов работал во благо родной Якутии, во благо жителей Горного и Верхневилюйского улусов. Одна из глав книги полностью посвящена вкладу Миронова в развитие финансового сектора республики, созданию команды единомышленников, уникальных и увлеченных профессионалов своего дела. Он никогда слова не бросал на ветер. Он давал слово только тогда, когда он был уверен, что он полностью это сможет сделать. Но если это не получалось, то он очень корректно, по-доброму объяснял ситуацию. Книга состоит из семи глав, которые вошли в воспоминания более ста человек. Инициатором издания стала супруга Александра Миронова. Благотворительность и милосердие человека – это способность творить благо для других по милости собственного сердца. Такой удивительной способностью обладал Александр Степанович Миронов. Власий Сергеев, Даяна Федорова, Георгий Григорьев, Якутск. В Якутске отметили столетие со дня рождения Фаины Иннокентиевны Авдеевой, известной своей работой в Дворце детского творчества. Около 200 человек, включая детей, коллег и ветеранов, возложили цветы к ее памятнику. После этого презентован фильм о ее жизни и концерт оркестра народных инструментов. Фаина Авдеева – заслуженный работник культуры РСФСР и почетный гражданин Якутска. С 1953 года она работала во Дворце пионеров и вместе с коллегами превратила его в важный центр для обучения и развития детей. Во Дворце дети могли заниматься различными кружками, охватывающими как технические, так и художественные направления. Фаина Иннокентиевна руководила Дворцом детского творчества на протяжении 56 лет. И, конечно, это легендарная личность. Она посвятила всю свою жизнь делу воспитания подрастающего поколения. Человек, который начал развивать именно детское движение. И, знаете, у нее был девиз «Все лучшее детям». И ей действительно удалось сделать здесь город детства. Потому что именно с Дворца детского творчества начинается развитие технического творчества. Наши народные промыслы, ставили спектакли с приглашением интересных людей. Строительные и дачные сезоны в Якутии очень короткие. И владельцы частных домов и приусадебных участков стараются за эти несколько месяцев провести как можно больше работ по благоустройству, строительству и ремонту. Специально для них организована специализированная выставка в Якутске. Подробнее о ней расскажет Александр Хавренко. После ухода из России некоторых привычных брендов у людей, связанных со строительством и благоустройством, возник вопрос. А есть ли альтернатива? И, как оказалось, есть. Множество новых брендов готовы работать в России. А подобные выставки должны познакомить потребителя с новинками рынка. В последний год разослали приглашение нашим сегодняшним поставщикам. Мы говорим, ребят, давайте приезжайте, покажите что-то новое, что-то, то, что мы не видели, то, что не видели наши горожане. Вот они приехали, показываем. Ну, в принципе, очень позитивно. И, в общем-то, думаю, что то, что мы делаем, это... Ну, вот мы не участвуем в городских выставках, потому что там неудобно, там какие-то маленькие помещения. Потом это все смешано, тут мед, тут еще что-то, тут еще что-то. А вот специализированную инструментальную выставку мы как раз и делаем. Компании, участвующие в выставке, предлагают широкий ассортимент инструментов. От лопат и молотков до цепных пил и газонокосилок. Широка и география производителей. От Японии и до Мексики. Мы с 2013 года в России, и нас уже очень хорошо знают. А в Якутии мы оказались благодаря Андрею Анатольевичу. Наш инструмент попал сюда благодаря его команде экспертов. И он прошел однозначно, знак качества получил. Кроме инструмента, на выставке представлены образцы малых архитектурных форм, которые производятся в Якутске. Беседки, качели, детские горки выполнены в соответствии с сертификатами безопасности и лицензией на производство детских площадок. Отличительной чертой которых является использование национального колорита. В этом году мы договорились с проектировщиками, нашими архитекторами. Они под нас разработали специальную линию, будем так говорить, в якутском стиле. Так и называется, серия Саха. То есть это в виде балагана, в виде наших домиков, хоросхалы и так далее. Скамейки в этом. То есть то, что, наверное, близко каждому жителю, особенно в районах, в деревнях. Таким образом, на одной выставке представлено все, что может помочь якутянам в улучшении и украшении собственных домов, участков и дач. А самое главное, что тут же на выставке каждый инструмент можно изучить и попробовать в деле. Александр Хавренко, Георгий Григорьев, Якутск. Также жители Якутска теперь могут приобрести свежую местную продукцию в специальных торговых помещениях. Места для реализации фермерам и овощеводам выделил департамент по делам предпринимательства столицы. Это способствует обеспечению населения свежими овощами, молочными и мясными продуктами и дает толчок для широкой реализации товаров, говорит Гелена Минякова, руководитель хозяйства «Долина». На сегодняшний день у опытного овощевода три специальных места для торговли. Сегодня утром из села Тулагина она привезла 100 килограммов огурцов, кабачков и других овощей. На сегодняшний день у нас выделено 90 адресов, которые расположены по территории всего города Якутска. Для удобства мы располагаем адреса возле многоквартирных домов, в жилых кварталах, чтобы населению было удобно покупать свежие местные овощи. Выдаем разрешение мы на безвозмездной основе, то есть совершенно бесплатно, в поддержку местных товаропроизводителей мы выдаем разрешение. Необходимо обратиться в окружную администрацию, в 207 кабинет. Продолжается активная подготовка к грядущим играм «Дети Азии». Соревнования по 24 видам спорта будут проходить в 16 крупных спортивных объектах столицы. Новым станет многофункциональный спортивный зал, построенный на улице Ильминской, в котором проведут соревнования по волейболу среди девушек. Кроме того, будет задействована Комсомольская площадь, на которой пройдут соревнования по баскетболу и танцевальному спорту. Как отметили на брифинге, каждый спорткомплекс полностью оснащен необходимым к играм, спортивным и иным оборудованием. Игры будут обслуживать 708 судей, в том числе 23 – это главная судейская коллегия. Главная судейская коллегия у нас будет базироваться в главном информационном центре в здании 31-й школы города Якутска. Главный судья у нас – Мирей Акшалов из Казахстана, главный секретарь Наталья Осипова из города Санкт-Петербург. Более 25 тысяч человек станут гостями и участниками 12-го национального праздника Сэхулон-Хо в Амгинском районе. Объект проведения готов на 100%. Все сооружения построены, электроводоснабжения каждому участку подведены. В перечне появились новые регламентные объекты. Это площадка хамусистов, где будет проведен конкурс. Кроме того, построена площадка для коренных малочисленных народов Севера. А в спортивную программу впервые в истории включили новый вид соревнований – стрельбу из традиционного якутского лука верхом на лошади, рассказал вице-премьер Якутии Сергей Месников. Безопасность имеет особое значение на массовых мероприятиях. Так, введен запрет на запуск беспилотных летательных аппаратов во время проведения национального праздника Сактуймады. Об этом сообщает пресс-служба окружной администрации. 29 и 30 июня в местности Усть-Хатын введен запрет на использование БПЛА за исключением аккредитованных средств массовой информации в целях обеспечения безопасности, сказали в пресс-службе. Якутянам напомнили, что несанкционированный запуск беспилотников является правонарушением и влечет за собой административную и уголовную ответственность. Таким наши корреспонденты увидели уходящий день. Всего доброго и удачных вам выходных!